Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. В линейке микроскопов компании Bresser имеются модели, которые стремятся удовлетворить пользователей как можно более полным набором объективов и окуляров. Такие модели позволяют получить наиболее широкий диапазон градаций кратности увеличения. И сегодня мы поговорим об одном таком микроскопе компании Bresser, модели Erodite MO с увеличением от 20 до 1536 крат с USB камерой. Микроскоп поставляется упакованный в обычную картонную коробку без классического пенопласта внутри. И не мудрено, ведь внутри ее микроскоп и все комплектующие включены в красивый, но вместе с тем прочный и надежный кейс. Комплект поставки очень богат, в него входит сам микроскоп, три объектива, три окуляра, линза Barlow, адаптер питания, чехол, окулярная USB камера с программным обеспечением, а также кейс с наплечным ремнем. Также в комплекте поставляется набор из пяти готовых препаратов, а также пять предметных и десять покровных стекол. Ахроматические объективы микроскопа имеют кратности четыре, десять и шестьдесят. Они сразу вкручены в револьверную головку и не имеют транспортировочных контейнеров. Объектив на шестьдесят крат подпружинен для защиты линз от повреждения. Микроскоп оснащен несъемной монокулярной насадкой, которая имеет возможность вращения на триста шестьдесят градусов. Это дает дополнительный комфорт при организации коллективных наблюдений. Важно отметить, что производитель снабдил данную модель микроскопа линзой Барлоу, которая позволяет изменять рабочее значение увеличения прибора в пределах от единицы и до одной целой и шестидесятых раза. В комплекте с микроскопом идут три окуляра кратностью пять, десять и шестнадцать. Выходной зрачок окуляра составляет около двух миллиметров. Перемножая значение кратности объектива окуляра и линзы Барлоу можно получить увеличение от двадцати крат и до одной тысячи пятьсот тридцати шести. Микроскоп построен по классической схеме и работает в проходящем свете. Для его питания от сети двести двадцать вольт в комплекте имеется сетевой адаптер питания. При выездных исследованиях и отсутствии электричества используется встроенный аккумулятор. Обратите внимание на качество изготовления микроскопа. При всей изящности он имеет обновательный и довольно легкий металлический корпус, который покрашен порошковой краской. Пластик в конструкции почти полностью отсутствует. Вес микроскопа один килограмм и сто грамм, что поистине позволяет позиционировать его и рекомендовать для использования в походных условиях. Револьверная головка микроскопа рассчитана на три объектива с посадочным диаметром двадцать миллиметров. Выполнена жестко, без люфтов. Смена кратности происходит путем ее поворота вправо или влево до характерного щелчка. Подсветка препарата осуществляется снизу, с помощью светодиодного конденсора. Регулировка яркости производится с помощью ручки, находящейся в левой части основания микроскопа. Отметим, что микроскоп не оборудуется регулируемой диафрагмой. В нижней части предметного стола находится колесо светофильтров. Они имеют соответственно красный, зеленый, синий и оранжевый цвета. Смена фильтра производится путем поворота колеса до характерного щелчка. Данная модель имеет подвижный предметный столик. Его размеры составляют около девяносто на девяносто миллиметров. Отметим, что данная модель оснащена микрометрическими суппортами для перемещения препарата и координатным нониусом для определения более точно долей перемещения. На внутренней стойке микроскопа находится обязательный стопорный винт. Он необходим для ограничения хода предметного стола с целью защиты объективов от соприкосновения с ним. Устанавливайте исследуемый препарат и фокусируйтесь при помощи удобного механизма, который имеет ручки с обеих сторон микроскопа. Хотя производитель не предусмотрел ручек тонкой настройки, попадание в фокус не вызывало никаких сложных усилий при подстройке в процессе тестирования. Времени для приведения микроскопа в боевую готовность потребуется очень мало. Вам необходимо всего лишь достать микроскоп из кейса или снять защитный чехол. Затем вставьте окуляр необходимой кратности и включите подсветку от аккумулятора или сети электропитания 220 вольт. Для оценки качества изображения мы обычно демонстрируем вам объекты при увеличениях 100 и 400 крат, однако в данной модели мы прибегли к кратности 600 вместо 400, так как последняя кратность не поддерживается. В качестве тестовых препаратов предлагаем вам взглянуть на готовые образцы инфузории туфельки, дафнии, перца, пробкового дерева и шкуры жабы из готовых наборов препаратов Delta Optical 25 и Levenhuk 80. Как вы можете видеть, микроскоп обладает довольно качественной цветопередачей и резкой картинкой по всему полю изображения. При наблюдениях через тестовую камеру и глазом мы не обнаружили никакого внесения цветовых искажений. Однако, с ростом кратности выше 1000 становится заметная нехватка яркости подсветки и как следствие снижение качества картинки. Подводя итоги тестирования, можем сказать, что имеем весьма качественный микроскоп как для бытовых, так и для лабораторных исследований с очень богатой комплектацией. Комплект поставки позволяет в автономном режиме проводить как визуальные исследования, так и сохранять результаты на электронных носителях информации. Справедливости ради нужно отметить то, что несмотря на возможности микроскопа, качество картинки страдает от нехватки освещенности при увеличениях свыше тысячи крат. При этом одновременно сильно уменьшается поле зрения. Также в данной ценовой категории хотелось бы видеть в конструкции прибора микрометрические винты и фокусировки, а также конденсор ABDE. Говоря о достоинствах и недостатках модели, все же приятно было обнаружить в комплекте поставки довольно неплохую окулярную камеру, небольшой набор готовых препаратов, предметных и покровных стекол. Мы думаем, что данная модель несомненно найдет свое прочное место как среди профессионалов, так и у множества любителей исследующих микромир. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.